Странный чувак таки сломал свою клетку, разбив стекло, но в итоге вылетел через металлический верх клетки. Фары автомобиля то отлично освещают дорогу, то их мощность падает на 90%. Цветы и главные герои на солнце в следующем кадре уже в тени. Работать на нормальной работе это не серьезно. А спонсор этого ролика новый амбициозный RPG проект 2019 года Raid Shadow Legends. Игра абсолютно бесплатная. Только за 3 месяца Raid скачали уже почти 10 миллионов игроков по всему миру. В игре потрясающая сюжетная история, классная 3D графика, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и более 400 чемпионов для коллекции и улучшений. Соскучился по сложным и умным системам прокачки? Ха! Здесь как раз свыше 1 миллиона различных вариантов совершенствования героев. У меня вот например появился даже любимый герой Мучитель. В бою он отнимает пассивные эффекты врагов, а после смерти может воскреснуть с 50% здоровья. Просто уникальный чемпион. Интересная озвученная кампания. Пвп на аренах против реальных людей. Рейды в подземелье. Более 200 тысяч отзывов в сторе и идеальная оценка от пользователей. По-моему это успех. А присоединиться к армии фанатов Raid Shadow Legends ты можешь по моей уникальной ссылке. Кстати по ней ты сможешь получить 50 тысяч вечно серебряных и эпического чемпиона в качестве бонуса. А лояльная система наград для новичков поможет тебе в течение 90 дней получать приятные бонусы. Ссылочка в описании. Не откладывай рейд на завтра. Побеждай сегодня. Это вдохновило Говарда Клиффорда построить Райм-Сити. Сядьте поудобнее и посмотрите небольшое видео приветствие. На протяжении всей истории покемоны были частью нашего мира, чтобы использовать их уникальные способности для общего блага. В мире, где все люди издавна живут с покемонами, людям крутят рекламный ролик, в котором все это рассказывают. Это все равно, что говорить, люди издавна пользовались огнем, используйте огонь, чтобы готовить. Оказалось, что я смогу излечиться, если эволюционирую в лучшую версию самого себя. Вот только эволюция человеческого вида требует многих лет, и ту от поколения к поколению, а не одной особи. Если хочешь измениться сам, то это скорее мутация. В отличие от других мест, где покемоны живут в дикой природе, здесь мы живем и работаем вместе. Без битв, без тренеров. Уф, столько проблем появилось от одного города. Если в Райме люди не устраивают бои покемонов, а просто живут с ними, то в городах, где бои проходят, покемоны что, живут в дикой природе? Так получается, бои покемонов проводятся только на дикой природе? А где эти стадионы находятся тогда? По логике, каждый город должен быть как Райм-Сити. Бороться с пожарами нам помогают надежные напарники-сквирплы. И об этом тоже надо говорить всем, кто всегда это знал. Хвост Чармандера хозяева не прикрывают, хотя это чистой воды опасность. Заходить в помещение и ходить по улицам с огромным факелом. Как Райм-Сити еще не сгорел дотла. Красное освещение сменяется синим, через секунду снова красное освещение. Нужно поговорить. Казалось бы, две лампы стоят, но та, что за Люси, светит в 200 раз ярче. Телевизор был выключен. Телевизор включен. Это я, Снэйкс. Товар у меня. Положи на порог и убирайся отсюда. Хорошо, Джонни. А как насчет денег? Этот фильм «Ангелы с грязными душами» вообще даже не фильм. Это короткий отрывок, который был специально снят для «Один дома». Иными словами, этого фильма не существует, так что Гарри не мог его смотреть. Только если это не одна и та же вселенная, что и в «Один дома», но в «Один дома» я че-то не видел покемонов. CGI дым, что не оставляет теней на Тиме. Лампа направлена от Тима. После флэшбека уже повернулась к Тиму. Одни штаны спустя. Серьезные проблемы, выслуши меня. Прошу прощения. После получения дозы эргаза, айпомы еще минут пять бегали на улице дикими, прошли через весь дом и лишь затем напали на Тима. Как это вообще укладывается в голове, если на улице за те же пять минут они бы разнесли пол улицы? Я не думаю, что они пять минут стояли у окна и ждали Тима. Вы так думаете? Я так не думаю. Отличная идея! Ты подержи дверь, а я позову на помощь. Что? На помощь! Чтобы выбить дверь, нужно очень постараться. Пожарников даже этому отдельно учат. Ведь чтобы сбить такую дверь с петель, нужен сильный резкий удар, а не просто прислониться к нему большим весом. А, тут видимо даже и не было петель, ясно. Тим прыгнул сразу за Пикачу, но при приземлении тот уже стоит в сторонке, словно выпрыгнул полчаса назад. Что мне скрывать? Извините, простите, здрасте. Вы понимаете его, да? Слышите, как он говорит? Пика-ка-ка! Куда зашел? Ну знаешь, связался не с теми людьми. Такое может случиться с каждым. Это хорошая идея. Меню у вас очень классное, да. Я не понял, ты еще какие-то глаз... Почему всех смущает, что парень говорит со своим покемоном, если это дело привычное? Каждый обращается к своему покемону, и те так или иначе их понимают. Я ухожу, мы закончили... Ничего мы не закончили. Стой, 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 стой минутку, куда ты идешь? Да погоди ты, мы... Пацаны не платят за кофе. Тогда можешь спать на плите, будь душкой, придержи мне дверку. Что я делаю? Я пригласил незнакомцев в свою квартиру. Еще одна проблема раем города. Что значит город для людей и покемонов, если ни в одном заведении нет для них специальных дверей? Ни один покемон эту же дверь нормально не откроет. Классный райм-сити. Количество стаканчиков кофе до и после. Что-то не сходится. Нет. Ладно. Просто. У тебя тут... Стикеры имеют клейкий слой лишь с одной стороны, с другой стороны клей быстро высыхает. Ты мог бы и сам передвигаться. Это унизительно. Один шаг для тебя, тысячи для меня. А мои легкие размером с виноград. Размером с виноград? Может скорее с виноградную гроздь? Держи его! Быстрее, он думает, что уйдет. Скорей. Надеюсь, он выживет. Да брось, это нелепо. Что, не уходит? Он говорит, засунет и себе... Что? Куда засунуть? Сейчас ты у меня запоешь. Бензин! Ты льешь бензин? Наверное, самая нелогичная сцена за весь фильм. Этот покемон так и хочет рассказать информацию или нет? Учитывая его способности, он бы легко мог уйти сто раз. Но, видимо, Майм не особо хочет убегать. Так почему бы ему просто не ломаться и начать рассказывать? Короче, я вообще ничего не понял. Вы поняли? Я не понял. Идиоты какие-то. Опаснейшая арена, где покемоны стреляют разными опасными вещами от льда до молний. И все, что ограждает людей от этого хаоса, это железный заборчик. Круто. О, смотрите, у Дитта настоящие женские глаза вместо черных точек. Эргаз при первом показе поднимался вверх, здесь же расползается вниз. Я не хотел показывать тебе это. Никто бы не смог выжить в такой аварии. Даже твой отец. Да ладно, люди и в более ужасных авариях выживали. Здесь более чем возможно. Да и тела Гарри и Покемона не нашли. Твой отец. Он жив. Берегись, парень! Это было воссоздано с полицейской записи. И мы получили возможность увидеть то, что они не могут. Или не хотят, чтобы мы видели. Кэтс, такую фигню несешь. Окей, с записей камер вы воссоздали трехмерную анимацию аварии. А затем проектировали ее в голограмму. Но кто, как, зачем, почему, откуда и во сколько смог воссоздать анимацию еле живого Гарри? Если камеры этого не засекли. А что, если Гарри в этот момент танцевал шафлинг в машине? Ну, просто рандомно песню вспомнил. Почему проекция показывает его еле мертвого? Если Гарри сейчас... Кружка была ручкой вправо, теперь ручкой влево. Нет, нет, нет. Защитная мощность падает! В первых кадрах фильма после фразы... Защитная мощность падает! ...были сначала взрывы справа и слева, и лишь затем сломалось стекло. Да и доктора там не было, как в этой симуляции. День первый, лаборатория почти полностью функционирует. Осталось только поймать самого мощного покемона, известного человечеству. Он сбежал почти 20 лет назад из региона Канто, чтобы отследить его. Удачи, детектив Гудман. Сначала нужно строить лабораторию, и лишь затем приступать к поимке нужного покемона-полубога, которого 20 лет никто не видел. Круто! Люси! Фу! Почему Люси не мыкала раньше, я не понимаю. Вы понимаете, я вот не понимаю. Давай! Все ясно короче. От столь мощной ударной волны все главные герои должны были разорваться на части. Так что, скорее всего, они в этот момент умерли, а все, что будет дальше, это их сон. Живите с этим. Вариантов нет! Вариантов полно! Например, не разбиваться в лепешку! Падая с такой высоты, человек в большинстве случаев умирает или теряет сознание. Так что, в этот момент он скорее всего... Как Тим в этот момент не заметил иллюзии, если, по сути, она была у него перед носом. Эволюция покемона, тест 33, увеличение роста. Вроде они нормального размера. Может, тест не успели провести. И есть в сад Тортер! Непонятная была идея размещать лабораторию в двух сантиметрах от Тортеров, которые одним своим пуком могут уничтожить всю лабораторию. Казалось бы, Люси должна была прийти с той же стороны, откуда и Тим с Пикачу, но она прибегает откуда-то справа. Куда он его забрал? Это ты и должен разгадать. Найди Мьюту и найдешь своего отца. Мистер Клиффорд, ваш сын, он у него Мьюту здесь. Стойте, почему? Тим, все будет хорошо. Так если Говард сам контролировал изучение Мьюту, а затем использовал Тима, чтобы его найти, может мне кто-нибудь объяснить, почему ученые не поставили маячок на самую важную особь на планете? А это в принципе не входит в рамки логики. Я должен был остановить его! Вы хотели убить его! Эту сцену я бы переснял, но ладно, в кинотеатре, в 3D людям это понравится. У нас следил Эргаз на арене, потом узнал про доктора Лоран. Затем узнал про доктора Лоран, хотя она лично с ним разговаривала в начале поисков Мьюту. Станьте одним целым! В течение еще 15-20 минут Газ будет выходить и выходить из воздушных шаров. Хотя Газа внутри хватило бы секунд на 30. Это невозможно, даже если внутри есть жидкие флаконы с Эргазом. Распылять в таком количестве по 15 минут, это там целые бочки нужны внутри, что тоже невозможно. При вдохе Газа, Дито вместо того, чтобы потерять контроль, потерял мозг. Подождите, так снятие шлема разрывает связь? Тогда зачем вообще Гарри оставил Тима в кабинете со своим настоящим телом? Ведь это в принципе не входит в рамки логики. Подождите, вот давайте проведем интерактив. Угадайте, что в этой сцене не так. Поставьте паузу, напишите в комментариях и лишь затем посмотрите настоящую причину. Готовы? Написали? Как Тим за 20 секунд спустился вниз, пока Пикачу падал в свободном падении? Как? Человечество это зло. Но ты показал мне, что не все люди плохие. Но ты показал мне. В предыдущем флэшбеке, который был прерван после фразы «Человечество это зло» была фраза «Я всегда верил, что покемоны...» Человечество это зло. Я всегда верил, что покемоны... Твой Пикачу предлагает свое тело, чтобы спасти твой разум. Если сын вернется, я смогу возродить отца. Твоя память исчезнет. Приведи мне сына. Не вижу никакой логики. Чтобы спасти тело отца, Пикачу хочет отдать свое тело. Но почему при слиянии память пропадает? Если у других слившихся людей она не исчезала. Да и что за просьба такая? Я прошу тебя сделать. То это притащить сына из другого города в неизвестное место назначения. И при этом сотру тебе память. Блин, хоть бы бумажку с напоминанием оставил. Возле Тима проходит тетенька в белом. Бум, ее нет. Я как раз думал, а не выпить ли мне чашечку кофе? Супер пасмурно. This is parkour. Супер солнечно. Я неплохо справляюсь ночью один. Как-то двусмысленно прозвучало. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok